Боже милости, будь ко мне грешным. Ты создал меня, Господи, ты помилуй меня. Невозможно сосчитать мои грехи, но помилуй меня, Господи, и прости меня, грешник. Нам людям всегда следует восхвалять тебя, Богородицу, родившую Бога, всегда блаженную, не имеющую порока, Матерь Бога нашего, заслуживающего даже большего почитания, чем Херувим, недостойного большего прославления, чем Серафим, безболезненно родившего Сына Божия. Истинно, Богородица, тебя величая. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господь Иисус Христос, Сын Божий, молитв ради причисты Твоей Матери, силы честна, межитворящего креста, и святого ангела моего хранителя, и всех ради святых, помилуй и спаси меня грешного, потому как Ты благ и и человеколюбец. Аминь. 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 Царь Небесный, утешитель Дух Истины, Ты везде существуешь и весь мир наполняешь, источник всякого добра и жизни, податель. Приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси благие души наши. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши. Святые, посети из силы немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. Да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем всякому должнику нашему. Не веди нас в свое искушение, но избах нас от лукавого. Ибо Твое есть, Царство, и сила и слава веки. Аминь. Встав после сна, мы преподаем к стопам Твоим благи и ангельскую песню. Взглашаем Тебе сильный. Свят, свят, свят ты, Боже, молитву и Богородицы, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. С постели от сна Ты поднял меня, Господи. Ум мой, просвети сердце и открою стамы, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят ты, Боже, молитву и Богородицы, помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно придется ли я одеяния каждого обнаружиться? Со страхом воскликнем в полночь. Свят, свят, свят ты, Боже, молитву и Богородицы, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Встал после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня ленивого и грешного, и не прекратил жизнь моя среди беззаконних моих. Но оказал мне обычное Твое человеколюбие и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое и ныне просветимые мысли, чтобы мне поучаться Слову Твоему, уразумевать заповеди Твои и исполнять волю Твою. И открою стамы, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце и воспевать Святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Текста не видно. Придите, поклонимся, царю нашему Богу. Придите, поклонимся, и припадем ко Христу, царю нашему Богу. Придите, поклонимся, и припадем ко самому Христу, царю и Богу нашему. 36-й псалом. Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и как зеленейший злак увянут. Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца Твоего. Придай Господу путь Твой, и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет правду Твою, и справедливость Твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающим в пути своем, человеку лукавствующему. Перестань гниваться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло. Ибо делающие зло истребятся. Уповающие же на Господа наследуют землю. Еще немного, и не станет нечтивого. Посмотришь на его место, и нет его. А кротки наследуют землю, и насладятся множеством мира. Нечтивый злоумышляет против праведника, и скрижищет на него зубами своими. Господь же посмеивается над ним, ибо видит, что приходит день его. Нечтивые обнажают меч и натягивают лук свой, чтобы не зложить бедного и нищего, чтобы пронзить идущих прямым путем. Меч их войдет в их же сердце, и луки их сокрушатся. Малое у праведника лучше богатства многих нечтивых. Ибо мышцы нечтивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь. Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек. Не будут они постажены во время лютое, и во дни голода будут сыты. А нечтивые погибнут, и враги Господни, как туг ангцев, исчезнут, в дыме исчезнут. Нечтивый берет займы и не отдает, а праведник милует и дает. Ибо благословенные им наследуют землю, а проклятые им истребятся. Господом утверждают со стопы такого человека, и он благоволит пути его. Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку. Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным, и потомков его просящими хлеба. Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословении будет. Уклоняйся от зла и делай добро, и будешь жить вовек. Ибо Господь любит правду и не оставляет святых своих, вовек сохранятся они. А беззаконы будут извержены, и потомство нечтивых истребится. Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек. Устав праведника изрекает премудрость, и язык его произносит правду. Закон Бога его в сердце у него не поколеблются в стопы его. Нечтивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его. Но Господь не отдаст его в руки его и не допустит обвинить его, когда он будет судим. Упывай на Господа и держись в пути его, и он вознесет тебе. Чтобы ты наследовал землю, и когда будут истребляемы нечтивы, ты увидишь. Господа спаси неправедникам. Он защита их во время скорби. И поможет им Господь. И избавит их, избавит их от нечтивых. И спасет их, ибо они на него уповают. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно, и во веки веков. Аминь Аминь Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобой Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста И восхвалить святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь Аминь Восстав от сна, я посреди ночи приношу Тебе песни спаси и, преподая к стопам Твоим, взываю к Тебе. Не дай мне уснуть в греховной смерти, но сжалься надо мною добровольно распявшихся. Скоро подними меня беспечно лежащего и спаси меня стоящего пред Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный безгреховный день, Христе Божий, и спаси меня. Владыка, человеколюбче, встав после сна, я спешу к Тебе, и по милосердию Твоему принимаюсь за угодные Тебе дела. И я молюсь Тебе, помоги мне всегда и вовсю, и избавь меня от всякого зла в мире, и от дьявольского искушения, и спаси меня, и введи меня в царство Твое вечное, ибо Ты мой Творец и Источник, и Податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда, и я возношу Тебе хвалу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему милосердию, Ты дал мне работу Твоему прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего, удостой меня при свете Твоей истины с просвещенным сердцем, и исполняйте Твою волю ныне и всегда и во веки веков. Аминь Господи, вседержители Божьей силы бесплотных и всякой плоти, на высотах небесных живущие и озирающие долы земные, наблюдающие сердца и помыслы, Ясноведающие тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, Бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время надеемся на обилие сострадания Твоего, Твоим Тебе из нечистых уст, и прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом и мыслью, вольно и невольно, и очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня Второго пришествия Единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, Когда общий судья придется славой воздать каждому по делам Его, да найдет Он нас не лежащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей Его, И готовыми войти с Ним в радость и божественный чертог славы Его, где непрестанные голоса торжествующих и невразимая радость, видящих несказанную красоту лица Твоего, Ибо Ты – истинный свет, просвещающий и освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. Аминь. Во все дни моей жизни, если чем согрешил прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, Чтобы не прогнивать мне Бога никаким грехом. И молись за меня, как Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе Своем, И садил меня рабом, достойным Своей милости. Аминь. 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 Упокой, господи, души усопших рабов Твоих, родителей и родственников, благодетелей всех православных христиан. Прости им все и грехи вольные и невольные, и дарayo им Царствие Небесное. Со святыми и упокой Христе, души рабов Твоих, бабцев, отцов и братьев наших, Там, где нет ни болезни, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Воистину достойно прославляй Тебя, как Богородицу, всегда блаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего, мы увеличаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни богослова, достойную большей почты, чем Херувим, несравненно славнейшую, нежели Серафиму. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и вовеки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, и Иисусе Христе, Синей Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобной Богоносных Отцов наших, и всех святых, помилуй нас. Аминь. 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 Защити, Господи, наши жилища и селения от пожара, от воров, от нечистой силы, живущих там. Андрея, Игоря, Игоря Серапима, Владимира и Братея, Людмила Божащая, Любовь. Владимир, Алексей и Иосиф, прежде добрых жителей, детьми, знающими и любящими уставы Твои. И сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадоис. Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Валентину. Господи, потревожь их сердца и всех побуди на проповедь Евангелия. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Благослови Надежду, Валентину, Екатерину, Анастасию, Наталью, Евгения, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Арахиль. Иезу, Русика. И дарь добрую веру, истинную христианскую, Самире, Тимуру, дабы и верили лжепророчествам. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Избави от пьянца Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. Потерявшийся Владимир, найди и укажи, где он есть, Господи. Найди отступников. Устыди, устраши и возбрати Михаила, Николая, Александра, Юлия. Благослови, Максима. Слава Тебе, Господи! За болезни и за здоровье. Посети болящих, дай силу перенести страдания. И по чьим исцеления, Илариона, Кирилла, Алексея, Игоря, Валентина, Валентина, Татьяну, Татьяну, Алевтину, Людмилу, Марию, Александру. Благодарю Тебя, Господи, за все Твои милости и щедроты, которым не счастла. Аллилуйя! Господи, сохрани наше сокровище в интернете. И книги здесь, и в пуде, и трудящиеся на этом поприще. Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктора Благословения. Сергея, Сергея, Андрея, Андрея, Вячеслава, Вячеслава, Сыне. Слава Тебе, Христе Божий наш. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного. Слава Тебе, наш Бог Иегова, Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Саваук. Вся земля полна славы Его. Аллилуйя. Слава Высший Богу, на земле мир, человек и благоволение. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и на канонах церкви. Слава Тебе, Божий наш. Слава Тебе. Пресвятая Госпожа Богородица, Присна Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спасти нас молитвами своими. Господи, воздай добром всем, кто трудился над моей душой и возрастаниями в Тебе, здесь и в вечности. Марию, Степана, Александра, Михаила и Анну и вечности благослови. Хвала Тебя, наш Господь. Ангел Христов, Хранитель мой, Святой, моли Бога о мне грешнем. Благодарю Тебя, мой Ангел. Сколько лет Ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей. И прошу Тебя, мой Ангел, не покинешь смертный счастье, когда душа будет разрушаться от тела. И проведи душу мою по мытарствам. И веди навеки вечное Царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Молите Бога о нас. Царство Христа Никола и пророки Илья, Елисея, Нохмонисей, Самаил, Аарон, Ио, Авель, Ной, Иосиф, Патриарский, Езване, Емя, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Изыки, Иосиф, Исаия, Исаия, Исафония, Захария, Малахия, Давид, Напан, Данил, Отрок и пророк Михей. Авраам Исаия, 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 Исаия. Новокрестан на Севоза. Помилуй. Аллилуйя. Найди Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра. Тимофея, Симона, Леонидия, Леонидия. Хвала Тебе, наш Господь. Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, хирургимы, серафимы, всенебесные силы, престолу Божию предстоящие, святые апостолы, и Петр, Павел, святые евангелисты, Матфея, Марк, Лука и Иоанн. Да даруй Господь нам жаждет следовать священное писание, ибо через них мы думаем о жизни вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Молите Бога о нас, святые мученики, мученицы. Игнатий Богоносец, Поликарм, Смирский, Устин, философ. Космай, Дамиян, Андрей, Стротилат. Иерон, мученик. Клемент Римский, Клемент Анкирский, 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 Микимедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, сорок святых мучеников. Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф Борисов и Глеб. Докрепит Господь народ свой, дабы никто не принял исчертания зверя, Антихриста. Анфиму, Вениамину, Дайверу, Страшир родителей за такое ложное воспитание. Бога о нас. Святые Отцы. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуз, Афанасий Великий. Ихрем, Серин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио. Сергий Радонский, Степан Пермский, Серапим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский. Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский. Филарет. Молите Бога о нас. Да сохранит нас Спаситель. Святой православной вере. А замосты ретиков, разрушив, не что преврати, Господи. Аллилуйя. Молите Бога о нас, эти жены и девы. Фёкла первомущенца, Фатина Самарянина Феврония. Вежа в надежде любой, Матерь Софии, Наталья Адриан. Варвара Екатерина, Татьяна Ирина, Ольга Елена, Нина. Мария Магдалина, Мария Египетская. То есть Кила Акила, Андроник Июня. Кириана Устина. Да дарует Господь с женам и девам послушание. И молчание. Сила мудрости и стыдливости. И найди, Господи, непокорных слову Твоему, Галину, в семье Твоего, Евгения, Людмилу и Анну. И прими нашу молитву, Господи. Воздианье рук, как жертву вечерней благоухания, приятной перед престолом благодати Твоей, Владыкой. И соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Спаси, Господи, и помилуй молящихся о нас. И их Слово во благо нам исполни, Владыка. Любящий наш Отец Небесный, прими нашу молитву о всех заповедующих нам молиться о них. Ради голгофской жертвы Твоей крови, пролитой за каждого из нас. Услыши нашу молитву о всех заповедующих молиться. За все Тебе хвала и слава, честь и поклонения. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушай и дослышай, тараб Твой. Слава Тебе, Христе Божий наш. Аллилуйя. Доброе утро всем. Я к Виталию Калиникову. Виталий, от Тебя ничего не поступает. Ты взял важную тему, и она у Тебя заморожена. Евреи, это 176 вопросов. Было-то совсем мало. Нас сестры Вас опережают. Вот самая активная тут Елена с Ольгой. Можем подражать им. Надо успеть. Я тороплюсь не случайно. Как разносить, что. Вот Елена послал, а одна не открывается. Раз пять пробовали уже, никак. Причину не можем узнать. Один, да и некоторый длинный такой. Он Анатолий не посмотрел. Ну, длинный, за края. И когда я отдаю уже в администрацию, система выбросила эти ролики с длинными названиями. Говорил там, ну, пять-шесть слов, чтобы понятно, о чём речь идёт. Указывать какой том не надо. Что из книги, взятой открытым оком сайта, не надо столько лишнего. Вот Сергей Егорович написал. Тоже стоит на одном месте. Взял важную тему мощи. И названия ролика вообще нету. А перечисления какие-то. Только номер. Номер ролика. Вот что главное. Номер и впереди с краткими буквами. Потеряй-ка ПТР. Ересь, слово ересь написать. Работа, раб. И уже понятно, откуда нам брать картинку. Ведь мы же не только эти картинки ставим, а ещё и другие есть. Вот сейчас разбор. Где патриарх Алексей Первый? Ладно, мне сейчас Володя всё помогает. Я другими делами занимаюсь. Виталий, ты или делай, или скажи некогда. Я же не побуждаю тебя невыносимое делать. Я сегодня же передам кому-то. Тема-то исключительно важная. Нужно насчитать с выражением. Евреи. Правители мира. Я всё это отмечаю студентам. Не просто, а там всё. За 3600 лет, что об евреях было сказано. Ты оцени этот труд-то. Пожалуйста. Дай мне знать сегодня. Гнать Ильич, прошу прощения. Гнать Ильич, у меня семья только. Я еврея не стал, не взял же. Я не пошёл на еврея, потому что я понял, что я не смогу её справиться. У тебя семья закончена? Семья закончена. Там несколько стихотворений я ещё перечитаю. Ну семью я вам всю сдам. Там немного совсем осталось. Ну понимаешь, вот я тебе сейчас скажу. Вот Пупков Сергей на первом месте. Священство, спорт, старобрядцы, суды, Христос, Царь Небесный, Царство, Церковь, Смерть, Русский язык, РПЦ. Это один он. Понимаешь, какое дело? Ну, в прошлый раз я тебе говорил, у тебя получалось стихотворение насчитывать. Так эта тема засохла. Ты её не потянул. И вот это. Значит, нету... Все до одного надо вопроса, чтобы папку я мог переложить в другое место. Она у меня торчит, занимает место. У меня места-то нету на рабочем столе. 55 папок только здесь. И когда я беру, я должен дублировать, часть вынимать, умножь ещё на два. Уже сто, десять папок только по этой тематике. И всё это путается под ногами. Я не могу тут. Так у меня другая работа ещё есть. Мне нужно в отдельную папку сложить, что тема отработана. Всё, ракета ушла. Тема семья закончили, но больше раз не берёшь, а то сейчас приступает к большой теме. Разбор выступлений. Патриарха Алексея, второго митрополита Кирилла. Ну, огромная тема. Там будет несколько человек в одной папке разбираться. Ладно, там вот Вячеслав Семёнов. Он везде всё подправляет. Я-то какой? Никакой. Ну, всё пока. Давай, Виталий, пожалуйста. Вызовись на что-то. Так и сразу, кто у нас тут есть такие серьёзные? Тему евреиста кто-то должен взять. Тот, который понимает. Кто-то сталкивался. Как чего? Её же начитывает там парень, я не помню, Вячеслав что ли? Ткачёв, Ткачёв. Ну, значит, надо мне поправить. У меня, значит... Ткачёв. Ткачёв, говорят, начитывает. А? Ткачёв, Вячеслав, начитывает. Ткачёв. Подожди. Ткачёв, да, евреи. Ну, значит, тогда где он? Его нету тут? Ему как-то сказать, чтобы серьёзно отнёсся. Не, ну, вопроса не пропустил. Там всё. И о протоколах, притом я их цитирую от точки до точки, от корки до корки. Притом она издана не какая-то подпольная, а открытая типография города Новосибирска, что важно-то. Ну, ладно, тогда молитесь хотя бы о том, кто не может делать что. У нас осталось... Вчера Владимир Владимирович Елена-то подсчитал. Три тысячи роликов запустили. Уже стоят... Теперь их... Вячеслав проскладывает по плейлистам. Я-то не делаю этого. Он теперь там. Одновременно учится в университете, работает. И здесь сколько у него. Это же пример-то на наших глазах. Меня вот сегодня Езра видит, я уже во втором часу торчу. И вы опять не спите. Спать некогда. Потому что впереди могут быть такие дела, что никак. Вот у меня один тут взял. Что он взял? Я бумагу ему дал такую. Разрешаю создать канал на моем основании. То есть мои ролики он берёт, себе ставит. Там украшает их. И у него посещаемость на эти ролики в несколько раз больше, чем у меня. Я заглянул сегодня. Ужас один. Если у меня 14 комментариев, у него 440. Из 440 примерно только 3 по делу. Остальные матерки и всё, и он даже не смотрит. Там на меня рекой льётся мерзость, и он даже не смотрит. Вчера я с ним всё-таки добился, встретился. Поговорили. Ладно, с работы приду и сделаю. Сейчас смотрю, опять ничего не сделал. А он сделал что? Ну там идёт у него монетизация, видимо. И теперь он этим для дела делает. Ну нельзя же так. Комнату построил, и не смотришь, сколько мерзавцев заходит. Тебя грязью забрасывает. Не тебя, а тот, кто тебе дал. Просто считать невозможно. И притом я лишён заблокировать. У меня на моём-то канале-то есть. Я могу их блокировать, и тогда не каждый зарегистрируется в ту же минуту. А он мне этого рычага-то не дал и не может дать. Совсем никуда не годится. И поэтому ничего этого человека не успевает. Отошёл. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь». Том 28. Вопрос 3957. «Сергеанство – это предательство, дело Божие за чечевичную услугу от мира сего. А разве в зарубежной церкви не угождали царя, чтобы можно было сохранить свою церковную структуру?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Иеговистам такой упрёк никто не представит. «Ибо они были гонимы и у Гитлера, и у Сталина». Открытое письмо епископу Манхэттенскому РПЦЗ Гавриилу. «Владыка, благословите!» Прочитал ваше интервью и ответ на комментарий редакции «Русская линия». «И захотелось написать вам небольшое письмо. Что касается вашего отношения к позиции клириков РПЦМП по поводу декларации митрополита Сергия, тут всё очевидно и правильно. Мне тоже непонятно, почему они не могут от неё отказаться, тем более, что сегодня это совсем нетрудно сделать. Видимо, тут причина глубинная. Сергеанство – это не позиция митрополита Сергия, а некоторое явление в церкви, которое возникло задолго до его рождения. Под Сергеанством надо понимать союз некоторых представителей высшей иерархии и враждебного православию государства, устроенный для процветания, согласно представлениям этих представителей, и благоденствия церковной организации». Для церковной пользы по вращению митрополита Никодима Ротова хочу подчеркнуть именно союз, а не подчинение. Для самой церкви этот союз оборачивается порабощением. Мало кто знает, что в истории Константинопольской церкви мы найдём более страшные примеры сергианства, чем в России. Более того, весьма вероятно, что митрополит Сергий в своей новой церковной политике копировал деятельность константинопольских патриархов. Наиболее известный исторический пример сергианства – это подписание православным гражданам Османской империи молиться о победе турецкого султана в войне с Россией. Мало кто знает, что даже такой патриарх, как Григорий V, повешенный на вратах перед патриархией, активно боролся против освободительного движения греков. Он предал анафеме Александра Ипсилантиса и участников восстания. А в 1807 году, когда английский флот подошёл к Стамбулу, он по личной инициативе вывел 30 тысяч греков на защиту города. Его гибель – явное следствие неудачной попытки служить двум господам. А его современник иерусалимский патриарх Анфим пошёл дальше и напечатал по указанию султана брошюру под названием «Отеческое наставление», в которой, в частности, заявил, что божественное проведение утвердило турецкое господство на том месте, где прежде владычествовали византийские императоры, наклонные к западным ересям, с той целью, чтобы эта новая власть сделалась охранительницей народа от заблуждений. Стремление греков к освобождению он называл порождением дьявола. А увлекшейся ложной свободой лишается жизни вечной. Обратим внимание, что митрополит Сергий заявил только, что верующий православный человек может быть достойным гражданином Советской Родины. Пользуясь благоговением султанов, константинопольские патриархи взяли такую власть, которую они не имели в Византийской империи. В организационном смысле для константинопольской патриархии наступило в эти годы процветание. Активно шла эллинизация славянского населения. Были ликвидированы усилиями константинопольского патриарха Печская и Ахридская автокефалии. Патриархи фактически стали самодерцами, а православная церковь государством в государстве. Дело дошло до того, что все епископы на территории Османской империи оказались в подчинении у патриарха, включая, как это не удивительно, даже иерусалимские и александрийские патриархаты. Власть предстоятелей этих церквей стала номинальной, и жили они в Константинополе. Создалась некая монархия, основанная на беспрекословной дисциплине. Священники стали фактически рабами епископов, и частенько именно как рабы работали на земельных наделах епископов. В то же время высшая иерархия ввела порядок поставления патриарха за взятку султану. Причем достоверно известно, что это было чисто церковное изобретение. Благодаря этому церковные перевороты стали делом совершенно обычным. Зарубежная церковь справедливо объявила московскую патриархию в насаждение ложного послушания, в решение организационных проблем за счет духовных ценностей и даже догматических истин. Для сергианства характерна ситуация, когда организация становится самоценной и свое благоденствие ставит превыше всего. При этом оказывается вполне логичным поступиться истиной и участвовать в экуменическом братании с еретиками или благодарить убийц, святых мучеников и гонителей церкви за заботу о ней. Так что приходится признать, что явление сергианства не может быть сведено к одной декларации митрополита Сергия. Чем, как нео-сергианство, можно назвать отношения церковных руководителей и послеперестроечных государственных деятелей? И надо требовать отказа не от декларации митрополита Сергия, а осуждения самого явления сергианства. Но тут надо отметить, что ныне зарубежная церковь не ставит в вину православным священнослужителям и весьма тесные контакты с сомнительным во всех отношениях режимом. Этой проблемы нет? Почему? Очевидно потому, что по мнению зарубежной церкви проблема сергианства умерла с крушением советского государства. Сейчас произошло, так сказать, возвращение к завоеваниям февраля и проблема сергианства отпала. Что же следует из этого? Прежде всего, что в понимании церковных руководителей РПЦЗ существовало деление на плохую советскую церковь и хорошую антисоветскую. Что эта антисоветская церковь построена была на идеалах свободного западного мира, то есть в применении к нашей стране на идеалах февраля. Соответственно, в понимании некоторых представителей РПЦЗ ныне для церкви создалась идеальная ситуация. Это мнение подтверждается и тем, что РПЦЗ наследовала идеал свободной церкви, свободной от монархической опеки. Опять же, мало кому известно, что почти все архиереи в 1917 году приветствовали свержение самодержавия. По их мнению, в тот момент для церкви наступила долгожданная свобода. Хотя надо отметить, что в будущей первой рах РПЦЗ архиепископ Анастасий Грибановский был одним из немногих архиереев, хотя и выразившим лояльность новому режиму, но не ликовавшим по поводу революции. Митрополит Антоний Храповицкий для многих зарубежных православных христиан и поныне почитаемый, если не как святой, то как великий Алла, хоть и не ликовал, но в туманных и путанных выражениях призывал свою паству к лояльности временному правительству. Но можно ли скидывать со счетов, что именно он был фанатичным борцом за восстановление патриаршества в самый неподходящий момент для российского государства? Тогда фразами о восстановлении экономического строя в церкви прикрывались либералы и революционеры. Поэтому митрополит Антоний недвусмысленно заявил после революции «Господь наказал государя и государыню, как некогда праведнейшего Моисея, отняв у них царство за то, что они противились его воле, ясно выраженной вселенскими соборами касательно церкви». Восстановление патриаршества в понимании митрополита Антония есть возрождение некой мощной организации с единым центром. Естественно, возрождать митрополит хотел не какое-то абстрактное патриаршество, а государство в государстве периода Османской империи. То самое, которое было настолько сильно в земном плане, что не очень печалилось о сокрушенной Византийской империи. Значение монархии, да и русского народа он понимал вполне в духе греческих националистов, зараженных идеей воссоздания некой национальной греческой монархии в границах Византийской империи. Цитата. «Для нас же, русских, напротив, только получится нравственное удовлетворение в случае победоносного исхода войны. Если священный град равноапостольного Константина и кафедра первенствующего иерарха всего мира, видите, митрополит Антоний вполне поддерживает попийские устремления константинопольских епископов, а учения о Москве, как Третьем Риме, для него просто не существует. Опять восставит свое значение как светильника православной веры, благочестия и учености и будет собою объединять славянский север, эллинский юг и сиро-арабский и грузинский восток, а также привлекать к возвращению в церковь русских раскольников болгарских отщепенцев, а ведь русская православная церковь относилась к отщепенцам совсем иначе, австрийских униатов и восточных еретиков-монофизитов разных номинований. Конец цитаты. Пастырь и паства. Харьков, 1916 год. А вот достойный комментарий его последователей. Цитата. Замечательным памятником этих воззрений митрополита Антония явилась его статья «Чей должен быть Константинополь?» Ввиду вероятной возможности овладения бывшими землями Восточно-Византийской империи в ходе войны Первой мировой, митрополит Антоний составил целый проект, суть которого сводилась к следующему. «Россия должна освободить Константинополь и восстановить там греческую монархию. Далее Россия должна освободить Сирию и Палестину, подчинив их своему православно-национальному влиянию». Итак, митрополит Антоний раскрывает пред нами идею Вселенской Православной Церкви в ее взаимодействии с имперской монархией. Причем именно пронизанность христианством делает эту империю могучим орудием в руках Церкви, орудием в деле привлечения народов к православию и в конечном итоге к их спасению». Негативно первый предстоятель зарубежной церкви отнесся и к идее канонизации царя-мученика Николая в переписке с публицистом Павловичем. Очевидно, что самодержавие имело для митрополитов второстепенную ценность. Главное было восстановить патриаршество, и та власть для него была хороша, которая это обеспечила бы или хотя бы позволила. Высказываясь по поводу дискуссии о симпатиях некоторой части РПЦЗ к фашистской Германии, вы, владыка, также показали себя сторонником западных ценностей. Цитата. В 1938 году и расстановка сил в мире и отношения мира к Германии ни в чем не походили на те, которые начали складываться двумя-тремя годами позже. Не забудем хотя бы, что в 1936 году в Германии прошли Олимпийские игры, в которых участвовали все западные государства. О всем известном Мюнхенском соглашении 1938 года и о Московском договоре 1939-го и упоминать не стоит. Разве отношение цитата свободного мира к Германии может как-то повлиять на духовную оценку немецкого национализма? Для нас он всегда останется близнецом братом большевизма. Ведь и тот, и другой делали в своей политике опору на самый организованный и на тот момент оторванный от духовных корней рабочий класс. Только большевизм опирался на пролетарский интернационализм, космополитизм, а национальный социализм на традиционный немецкий национализм. Но цель у них была одна. Новый мировой порядок, где гегемонами были бы соответственно мировой пролетариат или немецкий народ, фактически немецкий пролетариат. Гитлеровские власти не были столь последовательны в уничтожении христианства, как их большевистские коллеги. Но продиктовано это было временной необходимостью. В действительности же немецкие портагейносы точно также ненавидели христианство, как и большевики. Светится тому воспоминания сына Мартина Бормана. Поэтому непонятно, как мог православный архиерей написать Гитлеру подобные строки. Цитата «Лучшие люди всех народов, желающие мира и справедливости, видят вас в вождя в мировой борьбе за мир и правду. Мы знаем из достоверных источников, что верующий русский народ, стонущий под этим рабством, ожидающий своего освобождения, постоянно возносит к Богу молитвы, чтобы Он сохранил вас и дал вам свою всесильную помощь». Митрополит Анастасий Грибановский, 12 июня 1938 года. Хочу спросить, почему, если многие православные люди в России, а я думаю их большинство, осознали духовный вред декларации митрополита Сергия, почему же верующие русской зарубежной диаспоры не могут сделать то же в отношении пусть менее значительного, но аналогичного явления. Мне кажется, суть в том, что сергианство имело такое же распространение и в среде зарубежья. Только власти были другие, и востребованность православной церкви за рубежом была гораздо меньше, чем в России. Иллюстрации привести по этой теме можно предостаточно. Цитата. Русские страстно ждут прихода благословенного часа своего освобождения. Русский народ стоит перед дилеммой. Либо использовать нападение Германии на Сталина для своего освобождения от советского ига, либо, подчинившись Сталину, навсегда отказаться от надежды стряхнуть себя оковы коммунистического рабства. «Ныне в первый раз Россия имеет возможность вернуться в лоно великой семьи тех цивилизованных наций, которые исповедуют принципы социальной справедливости и политической свободы». Конец цитаты. Под этим письмом Рузвельту стоит подпись епископа Виталия Максименко или благодарственная телеграмма президенту Рейгану, посланная в 1985 году собором епископов Русской Православной Церкви за границей. Цитата. «Благодарим вас от всего сердца. Мы молим, чтобы Господь сохранил вас в добром здравии и подал вам силы для вашей деятельности, которая так важна для Соединенных Штатов на том посту, на который Он вас поставил для исполнения его божественной воли. Церковная жизнь 1985 год номер 9-10. Для русского человека подобные заявления просто непонятны. Чем же Рейган лучше Брежнева, а США лучше СССР? И там, и там власть была враждебна к христианству, только методами пользовались разными. Современный русский православный человек изведал и коммунистический образ жизни, и западный. Вывод можно сформулировать словами известной поговорки «Хрена редьки не слаще». Хотя надо заметить, что при советской власти Брежневского периода не было такого морального и физического развала, как теперь. А храмы, пусть в малом количестве, были открыты, и посещать их можно было совершенно свободно. Создается впечатление, что для многих представителей РПЦЗ воссоединение с РПЦЗ-МП стало возможным только потому, что сегодня последнее также стало выражать приверженность идеалам западного мира. Для православного человека существует только один идеал государственной власти православная монархия. Однако находятся у нас представители духовенства, которые заявляют, что ныне впервые церковь стала свободной, имея ввиду весь константиновский период истории церкви. Такое впечатление, что многие в РПЦЗ разделяют это мнение. Как говорилось выше, почти все архиереи после февральской революции были едины в ликовании по поводу мнимой свободы. Интересно узнать, как теперь относятся в РПЦЗ к такой свободе церкви. Такое впечатление, что многие иерархии, церковные деятели РПЦЗ идеалом государственного устройства считают не монархию, а иерократию, при которой государство подчинено представителям священной иерархии. Худой конец сойдет и демократия, обеспечивающая якобы невмешательство государственных органов в дела церкви. Контроль со стороны мирян в лице царя чрезвычайно удручал иерархов 19 века, а нынешних делает сторонниками демократии, причем как зарубежных, так и российских. Собственно, это свобода и составляет сердцевину сергианства процветшего как в Советской России, так и в Османской империи, так и в Российской империи предреволюционного периода, так и в Германии, США в недавнем прошлом. Если же касаться личности митрополита Сергия, то разве мы не найдем подобное и в РПЦЗ? Бесспорно, это епископ Григорий Грабе. Разница состоит только в том, что о первом написано множество разоблачительных статей и исследований, о втором до сих пор шепчут на ухо. Но все же даже по официальным материалам можно узнать о епископе Григории достаточно много. Тут и авантюра до сих пор покрыта мраком тайны с лжецаревичем Алексием Галиневским. Тут и подозрения в принадлежности масонству и контактах с американскими спецслужбами. Тут и скандальная деятельность его сына, всегда находившая защиту у отца и многое другое. Почему же в РПЦЗ нет мужества признать подобные грехи? Надо отметить, что епископ Григорий до конца разделял, поддерживал и распространял ложные догматические воззрения митрополита Антония. Он же является и отцом Суздальского раскола. Наверное, специалист по истории русской православной церкви за границей найдет гораздо больше негативных моментов. Но я не ставлю себе такую цель. Вы справедливо упрекаете РПЦЗМП в разнообразных нарушениях церковной жизни. Почему же нет мужества тоже сделать в отношении РПЦЗ? Мне кажется, необходимо дать глубокий анализ такому явлению, как сергианство и осудить его. Многие церковные люди еще задолго до перестройки читали книги, изданные в Джордан-Вилле и Мюнхене. И мы благодарим вас и всех русских людей в рассеянии за это. Для нас русское зарубежье было островком старой дореволюционной России, хранившим как православную веру, так и русские традиции. И вот теперь одна часть РПЦЗ собирается безоговорочно капитулировать перед тем, кого обличали. Другая не собирается, но и не желает ни аргументировать свою позицию, ни выставить жесткие требования. Третья же просто объявила русскую православную церковь безблагодатно и подтверждает своей деятельностью еще раз всем известную истину, что от великого до смешного только шаг. Мы ждем от РПЦЗ нехвалебных отзывов о президенте Путине, не бесконечных современных заседаний и обсуждений возможности соединения о четкой и ясной позиции по ряду вопросов, в том числе сергианству, экуминизму и вообще состоянию православной церкви в России. Надо отметить, что у РПЦЗ есть еще одна возможность помочь восстановлению православия в России. И она состоит не только в правильной позиции по указанным вопросам. Дело в том, что уступив, простите, дело в том, что ступив на путь воссоединения русской церкви, иерархи РПЦЗ МП фактически признали РПЦЗ как церковь и закрыли рот. Подожди, вот ты считаешь РПЦЗ и добавляешь в который раз, я не успеваю сказать, ты дальше считаешь. РПЦЗ МП такого не было. Зачем букву З подставляешь-то? Русская иерархия РПЦЗ МП РПЦ МП З нету буквы. Понял, благодарю, заново. Дело в том, что ступив на путь воссоединения русской церкви иерархи РПЦ МП фактически признали РПЦЗ как церковь и закрыли рот многочисленным и услужливым критикам. В то же время приходы РПЦЗ на территории России продолжают существовать. Возникает уникальная ситуация. Две православные церкви и одна паства. Имеет ли РПЦЗ духовные и физические силы действовать мудро и взвешенно в этой ситуации и явить России православие во всей своей чистоте и силе? Простите, владыка, за, быть может, излишне резкие высказывания, но как русский человек я не могу относиться равнодушно к процессам происходящей происходящим в русской зарубежной церкви. Конец цитаты. Дальше ссылка идет на сайт www.rask.ru Галатам 1.10 У людей ли я ныне ищу благоволения или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. 1 Фессалоникийцам 2.4 Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестия, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытующему сердца наши. 2. Коринфянам 12.19 Не думаете ли еще, что мы только оправдываемся перед вами? Мы говорим пред Богом, во Христе, и все это возлюбленные к вашему назитанию. Деяния 4.19.20 и 5.29 Но Петр и Иоанн сказали им в ответ судите справедливо ли перед Богом слушать вас более нежели Бога. Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Петр же и апостолы в ответ сказали должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Печальный демон дух изгнания летал над грешною землей и лучших дней воспоминания пред ним теснилися толпой. Тех дней, когда в жилище света блистал он чистый херувим, когда бегущая комета улыбкой ласковой привета любила поменяться с ним, когда сквозь вечные туманы признания жадной он следил кочующие караваны в пространстве. Не признание, а познание. Это разные слова. Сейчас исправим. Когда бегущая комета улыбкой ласковой привета любила поменяться с ним, когда сквозь вечные туманы познания жадной он следил кочующие караваны в пространстве брошенных светил, когда он верил и любил счастливый первенец творения. Не знал ни злобы, ни сомнения и не грозил уму его веков бесплодных ряд унылый. И много, много и всего припомнить не имел он силы. Давно отверженный блуждал в пустыне мира без приюта, во след за веком век бежал как за минута и минута однообразной чередой. Ничтожной властвуя землей он сеял зло без наслаждения, нигде искусству своему он не встречал сопротивления, и зло наскучило ему. Но кроме зависти холодной природы блеск не возбудил в груди изгнанника бесплодной ни новых чувств, ни новых сил. И все, что пред собой он видел, он презирал или ненавидел. Что если бы демон пролетая в то время на нее взглянул, то прежних братьев вспоминая он отвернулся и вздохнул. И демон видел на мгновение неизъяснимое волнение в себе почувствовал он вдруг. Немой души его пустыню наполнил благодатный звук. И вновь постигнул он святыню любви, добра и красоты. И долго сладостной картиной он любовался. И мечты о прежнем счастье цепью длинной, как будто за звездой звезда, пред ним катились тогда. Прикованный незримой силой он с новой грустью стал знаком. В нем чувство вдруг заговорило родным когда-то языком. То был ли признак возрождения он слов коварных искушений найти в уме своем не мог. Забыть забвенья не дал Бог. да он и не взял бы так простите как-то тут никак-то не это самое то был ли призрак возрождения от слов коварных искушения найти в уме своем не мог. Забыть забвенья не дал Бог. Да он и не взял бы забвенья. забвенья еще раз. То был ли призрак возрождения от слов коварных искушения найти в уме своем не мог забыть забвенья не дал Бог. Да он и не взял бы в забвенья и дик и чуден был вокруг весь Божий мир. Но гордый дух презрительным окинул оком творение Бога своего и на челе его высоком не отразилось ничего. Как слезы мерно друг за другом и эта песнь была нежна как будто для земли она была на небе сложена. Не ангел ли забытым другом вновь повидаться захотел сюда украдкою слетел и обылом ему пропел чтоб усладить его мучения тоску любви ее волнения постигнул демон в первый раз он хочет в страхе удалиться его крыло не шевелится и чудо из померкших глаз слеза тяжелая катится поныне возле кельи той насквозь прожженный виден камень слезою жаркою как пламень не человеческой слезой в пространстве синего эфира один из ангелов святых летел на крыльях золотых и душу грешную от мира он нес в объятиях своих и сладко речи упования ее сомнения разгонял и след проступка и страдания с нее слезами он смывал издалека уж звуки рая к ним доносилися как вдруг свободный путь пересекая звелся из бездны адский дух он был могущ как вихрь шумный блистал как молнии струя и гордо в дерзости безумной он говорит она моя груди хранительной прижалась молитвой ужас заглуша тамары грешная душа судьба грядущего решалась пред нею снова он стоял но боже кто б его узнал каким смотрел он злобным взглядом как полон был смертельно ядом вражды не знающий конца и веяло могильным хладом от неподвижного лица исчезни мрачный дух сомнения посланник неба отвечал довольно ты торжествовал но час суда теперь настал и благо божие решение дни испытания прошли с содерждой бренную земли оковы зла с нее не спали узнай давно ее мы ждали ее душа была из тех которых жизнь в одно мгновение невыносимого мучения недо недосягаемых у тех творец из лучшего эфира соткал живые струны их они не созданы для мира и мир был создан не для них ценой жестокой искупила она сомнения свои она страдала и любила и рай открылся для любви и ангел строгими очами на искусителя взглянул и радостно взмахнув крылами в сиянье небо потонул и проклят демон побежденный мечты безумны и проклял демон побежденный мечты безумные свои и радостно взмахнув крыла еще раз и радостно взмахнув крылами в сиянье неба потонул и проклял демон побежденный мечты безумные свои и вновь остался он надменный один как прежде во вселенной без упования и любви каил юрьевич лермонтов так господи благослови это поэма Михаила Юрьевича Лермонтова он ее переделал несколько раз и один из последних вариантов был ужасен и после этого он буквально вскоре получил пулю в лоб так же было у Пушкина Ивану Баркову приписывали поганую гаврелиаду а все-таки считают Пушкин написал и тут же был застрелен вот такое есть еще свидетельство господи помилуй во имя отца и сына и святого и святого духа аминь книга открытым оком тема русская православная церковь том 28 вопрос 3981 если бы сами зарубежные архиереи не лезли сюда кто бы насильно объединял их с патриархией отвечает Игнатий Тихонович Лапкин множество ложных постулатов мешает трезво взглянуть на происходящее пусть объединяются пусть целуются это не запрещено но от этого что изменится если дух святой так и будет только в символе веры поминаться а не в самой жизни боясь боязнь объединения пройдет а потом может быть обратная знающие истину будут уходить из плена цитата зарубежье сохранило не только отеческую веру но язык культуру и традиции каждая русская семья жила мечтой что после падения коммунизма она вернется в Россию в 1993 году советская власть закончилась и начался кризис зарубежной церкви продолжающейся до настоящего времени его суть в том что зарубежная церковь перестала быть церковью в изгнании она не может больше существовать основываясь на своем же основном документе цитата положение о русской православной церкви за границей РПЦЗ русские семьи уже не спешат поселиться на российских просторах старое поколение ушло дети состарились они фактически не могут покинуть насиженных мест а для их внуков чужбина уже стала родиной после распада СССР многие его граждане восприняли этот развал как огромную трагедию 1990 годы на запад из России ринулись толпы эмигрантов эти люди быстро освоились в новых условиях и тоже никуда не собираются уезжать некоторые из них приняли православие и стали прихожанами нашей церкви в настоящее время они составляют большинство чад русской православной зарубежной церкви к сожалению основополагающие причины существования РПЦЗ интересны для них только с исторической точки зрения но не более того при слове сергианства сердце у них не щемит а что касается экуменизма то об этом явлении они имеют весьма смутное представление есть среди наших прихожан и местные аборигены принявшие православие в его русской традиции среди них много подвижников замечательных священников для этих людей каноническое устройство нашей церкви очень важно а слово экуменизм не пустой звук итак с 1990 годов русская православная церковь за границей перестала быть гонимой однако в большинстве своем мы пребываем вне канонической территории русской православной церкви московского патриархата РПЦ МП многие чада нашей церкви искренне хотят быть в молитвенном и даже евхаристическом общении с РПЦ МП но мы не можем войти в ее состав как церковная организация по банальной причине каноны не позволяет они приписывают РПЦ З войти в общение с теми поместными церквами на канонической территории которых мы находимся таков порядок еще второй собор приписывал по местным церквам не простирать свои власти за пределами своих территорий второе правило существует единая вселенская церковь для того чтобы иметь молитвенно и евхаристическое общение с церковью в отечестве нет необходимости устраивать сомнительные юрисдикции наподобие самоуправляющихся частей московского патриархата московского патриарха патриархата вне его территории если даже мое церковное начальство укажет мне поминать святейшего еще раз если даже мое церковное начальство укажет мне поминать святейшего патриарха московского и всея руси я не могу этого сделать так как здесь нет ни москвы ни руси здесь то что в москве здесь то что в москве считают канонической территорией американской православной церкви ПЦА наверное тогда нужно пояснить что американская церковь не автокефальная или требовать наряду с московским патриархом поминать и американского митрополита а как быть в таком случае с нашим церковным начальством договор между МП и ПЦА запрещает МП иметь на территории ПЦА епархии а как тогда быть с нашими епархиями в Европе там нет ПЦА потому не должно быть и епархий МП никогда русская церковь не считала западную Европу своей канонической территорией там было много приходов но епархий там нет еще более сложный вопрос о том как быть с верующими прихожанами РПЦЗ которые ушли из МП и увы не хотят туда возвращаться зарубежная церковь это единый организм мы любим наших архиереев и хотим быть все вместе под началом нашего первого иерарха как нам сохранить все что мы имеем не нарушая каноны и не травмируя нашу пасту к сожалению в настоящее время это невозможно в декабре 2003 года на расширенном пастырском совещании в Наяке я выступил с докладом на тему чьей канонической территорией являются США и Канада ответ парадоксален чьей угодно только не московского патриархата здесь есть епархии вселенской антиохийской иерусалимской сербской румынской церквей то что МП потерял контроль над бывшей русской метрополией представив ей и автокефалию полбеды беда в том что желая заполучить епархии приходы зарубежной церкви даже не спрашивается мнения так называемой поместной церкви в Америке очень хочется понять признает ли официально московский патриархат за ПЦА право автокефальной церкви право автокефальной церкви я понимаю почему московская патриархия не имеет права открывать свои епархии на канонической территории греческой сербской или болгарской церкви канона не позволяет но я не понимаю почему она не имеет права это делать на канонической территории американской церкви какими канонами руководствуется в Москве когда ведут переговоры со встречной комиссией зарубежной церкви на предстоящем четвертом всезарубежном соборе мы попросим нашу комиссию по переговорам с Москвой дать ясный ответ на все эти вопросы что касается евхаристического общения то фактически оно существует мы на своих приходах исповедуем и причащаем людей приехавших из России многие из наших прихожан также причащаются там вопрос совместного сослужения это чисто архиерейский вопрос у нас в зарубежной церкви и ранее разные архиереи по-разному относились к общению например с сербской церковью одни например архиепископ Антоний Медведев такое общение вполне допускали другие в частности митрополит Миталий Устинов не допускали если мы придем на соборе к мнению что русская православная церковь московского патриархата каноническая церковь то у нас должно быть с ней молитвенное и евхаристическое общение и так для того чтобы сохранить РПЦЗ избежать всяческих нестроений после всезарубежного собора нужно помнить следующее если система неустойчива ее лучше не трогать а то она развалится думаю не нужно спешить объявлять РПЦЗ самоуправляющейся частью московского патриархата возникает слишком много вопросов например некоторым членам собора по поводу будущего канонического устройства русской православной диаспоры будет небезинтересно мнение Константинопольской Александрийской Антиохийской и Иерусалимской церквей если эти вопросы пока не обсуждались на совместных комиссиях то это печально без их богословской оценки ни о каком каноническом единстве не может быть и речи я понимаю что у зарубежной церкви как самостоятельной церкви среди поместных православных церквей нет будущего но я понимаю и то что расставание со свободой будет очень болезненно соединение с Москвой это не единственный а в настоящее время и не лучший способ сохранения зарубежной церкви как единой русской православной церкви вне России и прежде чем решать этот вопрос на соборе нужна серьезная богословская международная конференция по каноническому устройству русской диаспоры и русской православной церкви за границей в ней должны принять участие также экзархат русских церквей в западной Европе православная церковь в Америке и другие православные церкви конец цитаты далее еще одна цитата дорогой владыка Илларион благословите я думал о вас недавно и хотел поблагодарить еще раз за всю отеческую любовь и руководство которое вы преподали мне за эти годы вы очень помогли мне в моей жизни в результате у меня навсегда сохранилось неподдельное уважение к вам я также хотел сказать вам лично насколько я поддерживаю вас в том что вы высказались против манипуляции в нашем священном синодике очевидно что тайные торговые связи ведут нас слишком быстро к преждевременному объединению этот принудительный курс на объединение имеет такой потенциал что может вызвать серьезный раскол в нашей возлюбленной церкви это причиняет мне боль так как я слышу что молодежь с наших приходов и некоторые из личных моих друзей уже начали оставлять нашу РПЦЗ и переходить в другие юрисдикции несмотря на мою глубокую печаль от создавшегося положения я могу понять почему люди недовольны происходящими событиями действия наших иерархов не соответствуют чаяниям преобладающим среди духовенства и мирян в нашей епархии здесь в нашей епархии всегда преобладало мнение что пока проблемы сергианства и экуменизма остаются нерешенными мы должны воздержаться отступления в общении с московской патриархией наши люди поняли резолюцию четвертого собора так что так как они чувствовали сами но позднее стало ясно что иерархи понимают эту резолюцию по-другому беспокойство и непонимание растут даже у тех кто верил им так как люди понимают что вступление в евхаристическое общение с московской патриархией преждевременно резолюция четвертого собора должна быть поддержана и мы должны твердо стоять против неприятия поспешного решения которое несомненно вызовет раскол нашей церкви еще еще большую печаль вызывает тот факт что секретность созданная вокруг переговоров ничего может особенного не значит но это и делает переговоры исключительными в лице православного духовенства и верных русских владыка вы знаете все эти проблемы больше чем другие мы просим присоединить ваш голос и действия к тому чтобы оказать помощь нашей церкви взять правильные курсы воздержаться от вступления в евхаристическое общение с МП до окончания решения проблемы куменизма причастности МП к всемирному совету церквей и сергианства и соединиться в истине на поместном соборе российской церкви первом созванном после 1917 18 году среди епархиальных служащих и духовенства существует много различных мнений как поступать в том случае когда наши епископы продолжают их настоящий курс и евхаристическое общение является приближающейся реальностью также является несомненным фактом то что люди начали чувствовать себя разделенными с иерархами поэтому раскол в той или иной форме становится вероятностью некоторые заявляют что они совсем уйдут из нашей церкви другие полагают что есть епископы РПЦЗ которые также не согласны с взятым направлением и эти люди обратятся к этим епископам для управления и руководства некоторые продолжат служить и ходить в церковь но прекратят признавать власть синода епископов некоторая часть духовенства решила что они вероятно прекратят признавать митрополита лавра а некоторые старосты в приходах выразили намерение прекратить платить десятину епархии и синоду другие готовятся к судебным искам последствия любой из всех этих возможностей это распад нашей церкви и нашей всей семьи РПЦЗ решения которые затрагивают всю РПЦЗ должны быть обсуждены и приняты всей полнотой собора епископов так как нам кажется это ключевые решения принимаются втайне под влиянием и подчинением манипуляциям маленькой горстки людей которые окружают синод в силу сложившихся обстоятельств я обращаюсь к вам владыка как первому заместителю митрополита и истинному пастырю окормляющему пасту пожалуйста владыка я я прошу чтобы вы сделали все чтобы ваш голос был услышан если вы это не сделаете и если объединение продолжится то те совесть которых не сможет признать этот акт будут чувствовать себя забытыми и впадут в отчаяние которое вынудит многих последовать неизвестными путями ведущими их в духовную опасность я остаюсь вашим скромным служащим во Христе диакон Николай Лукьянов Лейквуд Нью-Джерси послание римлянам 14.13 не станем же более судить друг друга а лучше судите о том как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну притчи 13.12 надежда долго не сбывающаяся томит сердце а исполнившееся желание как древо жизни деяние 26.7 которого исполнение надеются увидеть наши двенадцать колен усердно служа богу день и ночь как какой мой век веках истлевший кумиротворец злейших злыдней гигант во зле в добре наималейший как божий гнев не сшедший за обиды век не года а чудо наполнения добром все сути даже существа огонь и ревность спорят с ленью ждет бог плода а там одна листва как долго даже более полвека войны нет настоящей у страны хотя локальные рождаются нередко все войны не дано нам устранить мой век двадцатый весь из передряг из революции войн и бешеных репрессий бог церковь разгромил совсем не зря и шар земной едва едва не треснул знать предыдущие излишне нагрешили ушли далеко жили средь свиней и бог не зверг с лелеемой вершины ему понятно с высоты видней династии сидят в кровоточащей снасти для раскаяния отмеренных год с присыпкой Татьяне Ольге и Марии с Настей полынь и желч накормят их досыта мой век восстания рабов и голодибы не знающий ни библии ни бога по алтарям дымится от стрельбы чудовище рябоя Сталин кобра век постепенно и зашел на нет и новый пухнет на кровавых всплесках там устремятся дюжины планет огнем и духом и голо крестит век первоклашка суровеет сорочно быть завершающим сподобится ли стать знамение распятого всем подытожит точку все до единого узрят тогда Христа 28 мая 2008 год Игнатий Лапкин на сегодня все благодарю за внимание с богом все все Игнатий тихонич отошел давай с богом вы мне фотографии визиток пришлите где их посмотреть там поубирать флешку возьми и у меня скачаешь кого тут один день флешку ну ладно обязательно зайди пронутное дело с богом с богом с богом